Гастрит, боль в желудке, изжога, тошнота, рвота, эрозивный гастрит, язва желудка, гастрит с пониженной кислотностью, с повышенной кислотностью, с хеликобактером, без хеликобактера, полип в желудке, всё, что связано с желудком и любой диагноз. Сейчас мы коротко и ясно разберём все эти вопросы. Всем привет, меня зовут доктор Кармацкий, поехали! Как обычно мы подойдём к вопросу с разных сторон и для того, чтобы желудок был здоровым, сильным и активным, не нужно его каким-то образом стимулировать или принимать какие-то БАДы. Всё, что нужно сделать, это устранить причины, которые мешают ему нормально работать. А восстановится он сам и при этом очень быстро, так как скорость восстановления слизистой желудка от 5 до 7 дней. То есть очень быстро нужно всего лишь вычислить и устранить причину. Есть причины психические, то есть на уровне центральной нервной системы, психики, головы и наших мыслей. Есть причины физические, например, спайки, спазмы, опущения, то есть чисто механические явления, которые также могут мешать желудку нормально функционировать. Кроме того, нужно помнить, что желудок это не просто мешок, в котором переваривается пища. Это очень важный орган, который, во-первых, вырабатывает гормоны радости, в частности серотонин. Ранее считалось, что почти все гормоны радости, в частности серотонин, дофамин и другие гормоны вырабатываются в головном мозге. Ну, в принципе, оно и логично. Настроение автоматически привязывалось к состоянию мозга и к голове. Однако потом выяснилось, что две трети всех гормонов радости вырабатывается в нашем желудочно-кишечном тракте, в желудке и в кишечнике. Стенка желудка вырабатывает серотонин. А значит, если стенка желудка в спазме, спазмированной, отечной или есть какое-то воспаление, то серотонина будет вырабатываться мало. А значит, у человека будет не очень хорошее настроение. Или, можно сказать, настроение у такого человека могло бы быть гораздо лучше, чем есть сейчас. Такой человек будет раздражительным, агрессивным, недовольным, быстро выходит из себя, быстро выходит из равновесия, не уверен в себе, часто не может принять решения, буксует в социуме, буксует в карьерной лестнице, буксует в личных отношениях. Это тревожные, нерешительные люди. Даже у Карлса Кастанеды в одной из его книг была притча о том, как индейец заполучил кувшин с пищей, наелся и получил, как там написано, так называемую уверенность сытого желудка. Именно то, о чем я вам и говорю, что желудок влияет на состояние нашей психики. Вторая важная функция желудка – это защитная функция. Чем лучше работает слизистая желудка, чем более концентрированную соляную кислоту слизистая желудка вырабатывает, тем больший процент всевозможных вирусов, бактерий, яиц, глистов и всего остального, что мы неизбежно проглатываем с пищей и с пылью, да и просто с воздухом, всё это будет уничтожаться. Вы никогда не сможете стать стерильными или жить в стерильном мире, где нет никаких бактерий, вирусов, грибов, паразитов и всего остального. Всё это часть системы на планете Земля, поэтому вместо того, чтобы бороться с этим миром, лучше приспособиться к нему и при необходимости уметь от него защититься. В частности, если нормально работает желудок, то всё то, что мы проглатываем, будет умирать. И это хорошо, а таким образом желудок защищает нас от всевозможных инфекций, инвазий и всего остального. И получается, что самая лучшая профилактика паразитов – это не пижма, не полыни, даже не гвоздика и не чеснок. Самая лучшая профилактика – это нормально работающий желудок. Чем лучше он будет работать, тем лучше мы будем защищены от всего того, что проглатываем. Ну а если даже кто-то выживет в желудке и пойдёт дальше в 12-перстную кишку, то нормально оттекающая желчь из желчного пузыря добьёт всё то, что попадает в 12-перстную кишку, потому что кислотность в желудке кислая, то есть низкий PH, а желчь щелочная. Вот этот перепад из кислого в щелочную среду, всё то, что не погибло в кислом, оно обязательно погибнет в щелочном. Поэтому организм дважды подстраховался. Даже если нормально работающий желудок кого-то не загасил, то нормально работающий желчный пузырь добьёт всех оставшихся. Именно поэтому в тропических странах, где всё очень быстро размножается, растёт, пухнет, гниёт, исторически, культурологически сложились традиции в питании, которые включают в себя большое количество различных стимулирующих добавок. Всевозможные специи, острое, горькое, кислое, с одной стороны всё это стимулирует переваривающую функцию желудка, с другой стороны стимулирует сброс желчи и в принципе стимулирует так называемый огонь пищеварения, а с другой стороны выступает в качестве некого консерванта, чтобы всевозможные бактерии, грибы, вирусы и прочая живность, чтобы всему этому было сложнее размножаться в продуктах питания и в готовых блюдах. Все остальные общеизвестные функции желудка вы и без меня прекрасно знаете. Переваривающая, моторная, эвакуационная, выделительная, всасывание воды, всасывание алкоголя и так далее. Вся эта информация есть в открытом доступе, поэтому мы с вами идём дальше и начнём разбирать основные принципы, влияющие на состояние желудка. Этим маленьким разделом я хотел всего лишь показать вам, что желудок это не какой-то просто мешок, где переваривается пища, а это очень важный орган, который влияет на состояние психики, центральной нервной системы, а значит всей социальной, личной, короче говоря всей жизни человека в целом, потому что вся наша жизнь зависит от того, в каком мы настроении, какие у нас мысли, а на это влияет желудок. Ну и плюс защитная функция, так как это наверное один из самых популярных запросов. Противопаразитарка, чистки, профилактика и всё остальное. Вот я хотел вам показать, что именно за все вот эти вот очень важные аспекты нашей жизни отвечает желудок. Итак, для начала разделим желудок на две принципиально разные части. Немножко анатомии. Это у нас пищевод. Между пищеводом и желудком кардиальный сфинктер, к нему мы ещё вернёмся. На выходе из желудка привратник, сфинктер мы к нему тоже ещё вернёмся в будущем. Дальше идёт двенадцатиперстная кишка. Вот это, это всё двенадцатиперстная кишка. Дальше сам желудок. Вот это называется дно желудка, то есть дном он получается вверх. Вот дно желудка, вот оно, левое подреберье. Дальше. Всё, что вот это, скажем так, его более длинная выпуклая часть, называется большая кривизна желудка. Большая кривизна. Всё, что вот это, скажем так, его вогнутая часть, короче, меньше, называется малая кривизна желудка. Малая кривизна желудка. То есть нас будет интересовать большая кривизна желудка, вот эта часть, и малая кривизна желудка, вот эта часть. Это принципиально разные виды слизистой оболочки, которые произошли из разных первоисточников, а значит реагировать будут на разные конфликты. Итак, ещё раз, желудок разделим на две принципиально разных части. Малая кривизна и большая кривизна. И для удобства запоминания и усвоения материала, запомним все диагнозы, связанные с малой кривизной желудка. Это всевозможные гастриты, причём неважно какие, острые, хронические, эрозивные, нерозивные, с пониженной секрецией, с повышенной секрецией. Хоть 150 лет стажа гастрита, всё равно это малая кривизна. Сюда же все диагнозы язва желудка, как, скажем так, апофеоз гастрита, когда слизистая распадается, 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 и в конце концов перфорируется, и получается язва. Сюда же тошнота, сюда же рвота, сюда же изжога. Сюда же отнесём опущение желудка, то есть порез его стенки, растяжение. В принципе, он не весь опускается, потому что вот эта вся часть зафиксированная на связках, но вот эта часть, большая кривизна, может уходить дальше вниз, 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 растягивается и уходит вплоть до области малого таза. То есть опущение желудка тоже будет у нас связано с состоянием малой кривизны желудка. И причиной всех этих диагнозов, связанных с малой кривизной желудка, который мы только что перечислили, будет конфликт территориальной агрессии или конфликт неопределённости. Для запоминания, здесь напишем желудок. Желудок. Сюда, под этой стрелочкой, можно сюда включить все те диагнозы, о которых мы проговорили. Гастрит, язва, изжога, тошнота, рвота, опущение. Здесь у нас агрессия. Или неопределённость. Большая кривизна, её ещё не разбирали, там будет другое. Ну, в принципе, всё. Вот по желудку у нас задача этого онлайн-курса разобрать либо малая кривизна желудка вместе со сфинктерами, это всё сюда же, либо большая кривизна желудка. Больше никаких причин в области желудка нет. Нет, только вот это, или это, или это. То есть всё достаточно просто. Не будет миллиона каких-то вариантов, не будет миллиона каких-то рекомендаций. У нас всё всегда просто, точно, эффективно. Берём, устраняем, получаем результат. Начнём с малой кривизны. Итак, мы сказали, что конфликт территориальной агрессии или конфликт неопределённости. Вот это вот всё то, что мы сказали. Ещё раз, гастрит, язва, эрозии, всё остальное. Оно будет болеть в активной фазе конфликта. То есть тогда, когда есть конфликт территориальной агрессии. Или тогда, когда есть неопределённость. То есть вот это вот всё будет реагировать в активной фазе конфликта. Боль, как правило, будет острая, режущая. То есть болезненность будет интенсивная. Как правило, в светлое время суток. И как правило, именно во время стрессовой ситуации. То есть когда человек находится всё ещё внутри ситуации. Когда он ещё её не разрешил. После разрешения конфликта боль сразу же проходит. А в середине фазы выздоровления, то есть после того, как конфликт разрешён, начинается изжога, тошнота или рвота. По сути, это можно сравнить с дерготнёй мышц, когда мы засыпаем. То есть человек накапливает за день какие-то стрессы, какие-то конфликты. Ночью он ложится спать. Мозг выключается. Конфликты, накопленные за день, разрешаются. Тело начинает выздоравливать. И в середине фазы выздоровления от любого конфликта будет какая-то дерготня. Если конфликт был привязан к желудку, то будет, ну можно так сказать, условно говоря, дерготня мышц желудка, которая проявляется недозакрытыми клапанами, изжогой, забросом, тошнотой, рвотой. Поскольку конфликт, связанный с желудком, мы можем разрешить и утром, и днём, и вечером. Не обязательно перед сном. То изжога может наступать тогда, когда мы разрешили этот конфликт. Например, на ребёнка кто-то в садике наехал, ну мы примеры ещё чуть позже разберём. Он приходит домой, и у него будет тошнота, рвота, изжога и всё остальное. Там понос, например. Скажут, что вот ребёнок в садике подцепил там ротовирусную инфекцию. На самом деле у него был конфликт территориальной агрессии. Итак, ещё раз. Все вот эти диагнозы. Гастрит, язва, тошнота, изжога, рвота. Всё это вызывается стрессом. Либо конфликт территориальной агрессии, либо конфликт неопределённости. И при устранении этого конфликта симптомы сразу же проходят. Если конфликт не повторяется, если нет рецидивов. То есть гастрит не вызывается ни едой, ни бутербродами, ни острым, ни кислым, ни солёным, ни фастфудом, ни едой в сухомятку. Всё то, что очень часто мы слышали в детстве. Не ешь в сухомятку, будет гастрит. Не ешь что-то, будет гастрит. Не будет от этого гастрита, тому есть масса подтверждений. Гастрит вызывается стрессом. Язва желудка вызывается стрессом. Мы с вами разобрали только причины и следствия малой кривизны желудка. Есть ещё большая кривизна желудка. Есть куча всяких нюансов. Информации много. Если хотите стать специалистом в отношении своего или чего-то конкретного желудка, хотите эффективно научиться избавляться от проблем с желудком, посмотрите полную версию моего онлайн-курса по желудку, где я разбираю все психосоматические варианты, все психосоматические причины, все механизмы, плюс все дополнительные элементы и рекомендации по проработке желудка, самомассаж, упражнения, рекомендации по образу жизни, вибромассажёры, постановка банок в домашних условиях и многое другое. Всё это в моём новом онлайн-курсе «Здоровый желудок», который доступен уже на моём сайте karmatsky.com Переходите, осваивайте, оздоравливайтесь. Всем пока. С вами был доктор Кармацкий. С вами был Игорь Негода.